Морада, приветствовать вас! Вы смотрите информационный выпуск программы «События». В студии работает Виктория Бичурина. К основным темам. Уборочная страда 2021 года в разгаре. В центре внимания средств массовой информации богатая жатва и трудолюбивые хлеборобы. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Работники районного отдела по чрезвычайным ситуациям контролируют соблюдение пожарной безопасности во время уборочной страды. В эти дни их можно встретить на полях, зерносушильных комплексах, зерноскладах. В минувшую пятницу вместе с руководителем службы Денисом Минко съемочная группа посетила филиал «Жодишки». Продолжение следует... В этом году органами министерства ПЧС на территории Сморгонского района не зафиксированы. Какие меры предпринимаются хозяйством, должностными лицами и работниками для того, чтобы не допустить этого пожара? Ну так вот, когда, если я под уборкой, собрали всех комбайнеров, все механизаторы, которые задействовали на уборке, провели инструктаж с ними. И полностью все комбайны посмотрели, обеспечили всем необходимым пожарным и внутренним. И постоянно ни один комбайн не выходит в поле у нас без сопровождения трактора или машины для совершения пожара. Перед выездом на поле мы выполняем мероприятие, как чистка комбайна, продувка, осмотр его. Перед выездом также проверяет агроном или главный инженер технику. Техника, в основном, составим пожаротушения огнетушителями, вот, огнетушители все исправны, лопатами, также еще ведра у нас, кошма есть. Практика показывает, что у многих хозяйств района и в области всякие случаи бывают. Так поэтому это все учитываем и стараемся донести людям, чтобы мы могли потом в ситуации такой непредвиденной, могли принять меры экстренные для тушения. Травмы наших детей – это раны на сердце родителей. Случаи детского травматизма, которые произошли в последнее время в Сморгонском районе, заставляют задуматься мам и пап, бабушек и дедушек об их колоссальной ответственности за жизнь и здоровье будущего поколения. Подробнее о происшествиях в интервью заместителя председателя комиссии по делам несовершеннолетних Марины Ковальской. Хочу довести до вашего сведения информацию неприятную, но очень важную и очень необходимую. А главное, я бы хотела призвать вас быть ответственными за жизнь своих детей, чтобы вы понимали, что их безопасность в первую очередь в ваших руках и зависит только от вас. У нас в течение этого лета произошли случаи, повлекшие травматизм детей. И хотелось бы не допустить в дальнейшем ни подобных случаев, ни каких-то других. В Солах мальчик чуть не утонул в пруду, расположенном рядом с его домом. Мама буквально на 10 минут отвлеклась, занялась своими делами, а потом пришлось самой реанимировать ребенка, спасать его. Ну и на сегодняшний день его жизни ничего не угрожает. Второй случай произошел в доме на четвертом этаже. Мама поливала цветы, вышла буквально на пару минут, и ребенок упал с четвертого этажа. Сегодня он жив, он уже переведен из реанимации в травматологическое отделение. Однако не хотелось бы, чтобы такая ситуация сложилась и случилась еще где-то. Но, к сожалению, у нас в области это не единственный случай. Уважаемые родители, пожалуйста, учите своих детей поведению на дороге. Недавно произошел случай в деревне Войстом. Две девочки перебегали дорогу, одна посмотрела по сторонам, вторая не посмотрела. Машина, груженый масс, сбил ребенка. Ребенок жив, однако также находится в больнице города Минска. Хочу обратиться к вам, взрослые. Не забывайте, что лето еще продолжается. И очень важно, чтобы дети купались в незапрещенных местах и всегда с сопровождением взрослых. Помните еще об одной проблеме, которая, к сожалению, в прошлом году в Ашлянском районе обернулась трагедией. Это песчаные карьеры. Ни в коем случае, если ваши дети едут к бабушкам, дедушкам, напоминайте им, играть в песчаных карьерах запрещено, так как обвал не минуем в любую минуту. Помните и о том, что вы должны быть ответственны, и вы должны в первую очередь научить своих детей поведению. Постарайтесь предотвратить беду, чем потом жить с ней. Лето – это встречи с друзьями и возможность искупаться на водоемах или сходить в поход. Однако в этот период родители должны особенно внимательно следить за тем, где и как отдыхает их ребенок. Мы поинтересовались у жителей города, как они обеспечивают безопасность своих детей в период каникул. Безопасность детей лежит на ком? Лето отвечают родители, они у нас дома отвечаем мы. У вас детки есть? Есть. Сколько? Одна, 16 лет. Как вы контролируете суть ребенка? Ну, мама на работе, ребенок дома. Телефон, возможно? Да. Да. Если что, на домашний перезвоню. Отдых как-то организуете сами? Может быть, в какие-то прогулки или на речку, если на водоем, то вместе? Да, естественно. Если едем, то едем все вместе. Кто отвечает за безопасность вашего ребенка в летом? Родители тоже еще. Как? Например, дома может быть среда безопасная, на улице постоянно вместе? Ну, конечно, с таким маленьким ребенком, только всегда вместе. Непоследливый характер или спокойный? Да, да, да. И здесь, и сюда. Вот пока кушаем что-нибудь, сидим. Сейчас будем вставать, уже идти нужно. Если где-то водоемы, где-то, например, всегда ребенка держите в центре, в поле внимания? Конечно, конечно. Детей никуда, от них нельзя. Розетки, утюги, окна? Все закрыто, чтобы ничего никуда не засунули. Есть ли у вас дети? Есть. Стараюсь не допускать их на проезжую часть. К водоемам? И к водоемам тоже. Они маленькие у вас или взрослые уже? Старшему 8, младшие 6. То есть, в принципе, они уже такие довольно самостоятельные. Контролируйте, звоните, где они находятся. Конечно, обязательно. С какими друзьями? Обязательно. То есть, все-таки родители всегда на страже безопасности? Мне кажется, родители должны отвечать за своих детей. Следила бы за своим ребенком, где он, что он, с кем играет, во что играет. То есть, чтобы быть уверенным, что ему ничего не угрожает? Да. Звонят постоянно, спрашивают мое состояние, где нахожусь я. Ну, именно вот если я, к примеру, в деревне нахожусь, у меня каждый раз спрашивают, как дела у меня, как я провожу время. Про друзей спрашивают, с кем ты погуляешь? Ну, иногда. Скажи, пожалуйста, без родителей ты можешь позволить себе сходить на водоем, либо в лес, либо еще куда-нибудь? Нет. Это важно ли, чтобы родители знали, где находится их ребенок? Конечно, чтобы знать состояние ребенка и чтобы с ним ничего не случилось. Мама с папой инструктируют, например, вот идешь туда-то, это можно, это нельзя? Инструктируют. В центре внимания безопасность детей. Кто за нее отвечает? Отвечает за них, это прежде всего родители, общественность. И если все мы будем работать вместе, тогда и безопасность детей будет 100% положительная. Со следующими темами в студии моя коллега Юлия Поржон. Здравствуйте. День за днем отсчитывает август, приближая новый учебный год. Не так уж и много времени осталось до первого школьного звонка, который пригласит ребят после летних каникул в просторные и светлые классы. День знаний – одно из самых значимых событий в жизни любого школьника. Традиционно в его преддверии проходит благотворительная акция «Соберем портфель в школу». В этом благородном деле на протяжении многих лет принимает участие Белорусское общество Красного Креста. Ежегодно в августе, со 2 августа по середину сентября мы запускаем благотворительную кампанию «Соберем детей в школу» для семей тех, которые с низким уровнем дохода, где не могут родители обеспечить своего ребенка, констоварами. И поэтому люди, население наше, которые могут помочь даже элементарно ручкой, карандашом, что-то туда вбросить, и потом будут формироваться наборы для детей и для семей обязательно с низким уровнем дохода. Прошлый год у нас был тяжелый в связи с ковидом, поэтому мы очень, ну не особо хорошо, в 18-й год у нас был насыщенный, было хорошо собрано, мы помогли порядка 18 детям. Ну, хотелось бы, наверное, в первую очередь сказать, магазинам, которые нам дают возможность поставить эту копилку ежегодно, мы ставим в книжном мире, в прошлом году у нас копилка стояла в комфорте, плюс тоже большое спасибо. Хотелось бы, чтобы каждый житель Сморгоне оставил частичку своей заботы в этой коробочке. Цветное безумство или фестиваль красок прошел в Сморгоне в минувшую пятницу. Самый ожидаемый момент праздника – массовый залп краски. В одно мгновение участники подбрасывают вверх краски самых разных цветов, создавая в небе разноцветное облако и раскрашивая все вокруг себя. А еще это музыка, танцы, море позитива и уроки безопасности от МЧС. Фестиваль Белхоль – это фестиваль не только красок, но и музыкальный фестиваль, танцевальный фестиваль, поэтому мы все будем танцевать, петь. МЧС. 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 Очиститься в beauсяке для продукции Тэнт. Помещение в сетчатки。 até вес у snakes. МЧС. М . МЧС. МЧС. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok За минувшую неделю экипажи уже сделали 24 полета. За это время они выполнили 346 сливов. Кроме того, доставили 18 турецких спасателей к местам ликвидации пожаров. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok